Детский дом, съемное жилье для Яны Поповой в прошлом. Восемь лет она ждала ключи от собственной квартиры. Верила, что это произойдет скоро, но рассчитывала только на себя. Закончила колледж Алтайский государственный по специальности менеджер. Потом работала в ресторане, потом работала продавцом у подруги. Сейчас тоже работаю продавцом. Снимаю на Павловском комнате. Официарь и жилищное управление хотели бы вам вручить сегодня ключи от устроенной однокомнатной квартиры. От волнения ключ в замок попадает не сразу. И волнуется сегодня не только Яна, но еще одна хозяйка квартиры. Привыкнет, отшутилась Яна. Сама она освоилась быстрее. Рассказала, что сначала сделает ремонт, потом купит мебель. Здесь поставлю стол, стулья, либо сюда холодильник, либо, наверное, вот сюда поставлю. Но, скорее всего, здесь не будет, там раковина. Кухонный гарнитур, думаю, небольшой, пару шкафов. Приятные хлопоты переезда ждут не только Яну. Сегодня ключи от квартир в этом доме получили еще трое владельцев. Среди них семья Переверзевых. До этого у них тоже не было собственного угла. В 18 лет переехала сюда, поступила на художника, потом вышла замуж, отучилась, вышла замуж, родила дочу. Сейчас ей уже тоже 5 лет, уже сын 2 годика, полтора годика. Вот, так что теперь хоть у детей уголок свой будет. Конечно, ждала так долго, эмоции зашкаливают. Дом в благоустроенном районе, поясняет в региональном жилуправлении. Есть вся инфраструктура, а детей новоселов уже ждут в детском саду и школе по соседству. Предоставление жилья детям-сиротам является одной из основных социальных задач правительства Алтайского окраина. На эти цели в 2020 году предусмотрено порядка 512 миллионов за счет средств федерального крыльного бюджета. На следующей неделе ключи от квартир вручат детям-сиротам в Бийске. Они получат 30 однокомнатных квартир с чистовой отделкой, сантехникой и плитой. Добавим, что своего жилья в крае ждет около 7 тысяч детей-сирот. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.